Всем привет! С вами Алексей Сыпачевский. Я эксперт по настольному теннису и инвентарю для него. И сейчас у нас обзор основания Apex Offensive ZLC. Это основание ручной работы, то есть хендмейт. И фирма Apex, она вообще делает эти самые основания ручной работы. Находится эта фирма в султанате Оман. Это соседние с Объединенными Арабскими Эмиратами государства. Там хорошая обеспеченная жизнь. И двое местных теннисистов решили организовать свое производство оснований премиум класса. И организовали. На сегодня, когда мы снимаем этот обзор, у них есть две основы. Защитная и атакующая. Обе композитные. Про атакующую основу сейчас и расскажем. Она может заинтересовать тех теннисистов, кто ищет себе очень быструю основу высокого качества. Под очень быстрой, я имею ввиду очень быструю в профессиональном смысле. То есть реально очень быструю, не офф. Защитная основа у них тоже интересна. Это карбоновый, примерно, DEF+, O-. Про нее подробнее расскажем в другой раз. А сейчас про Apex Offensive ZLC. Я расскажу часть обзора, подготовленную Сергеем Колейником, который ее протестировал на турнире. Вообще он защитник, но медленные основания не любит. Предпочитает скорость оснований в районе офф. Но эта основа оказалась для него слишком быстрой, даже с самым медленным комплектом его накладок. Так что долго он ей играть не стал, но поиграл достаточно, чтобы составить впечатление о ее свойствах и рассказать об этом для вас. А затем Сергей Вавренюк, к которому эта основа очень хорошо зашла и который ей уже несколько месяцев играет, расскажет свои впечатления сам. Он, если вы еще не видели его игру, играет у стола в необычном, очень агрессивном стиле с преобладанием плоской игры. В общем, как выглядит эта игра именно с этим основанием, увидите по ходу обзора. Игру Сергея Каленика тоже покажем, правда не с этим основанием, так как с ним записей не сохранилось. Линки на плейлисты обоих игроков найдете под роликом. Отзыв Сергея Каленика. Основа Apex Offensive ZLC, самое быстрое основание, которым я когда-либо играл. Просто пушка, аж звенит в руках при ударе по мячу. Звук такой характерный для очень скоростного и жесткого основания. На основании написано OFF, само оно называется Offensive, но по ощущениям это OFF 3+. Оно заметно быстрее, чем, например, DHS Hurricane 301, которым я часто играю. Оно никак не медленнее, чем Butterfly Schlager Carbon Off Plus, но отличается от него по игровым свойствам, гораздо жестче. Сначала я поставил на него Tenergy 05FX максималку и длинные шипы Dr. Maybauer Fighter на демпфирующей губке. Это у этих шипов родная губка такая, 1,2 мм. И все у меня летело за стол, причем далеко за стол. Потом я поставил самые медленные накладки, что у меня были. Гладкую Dr. Maybauer Domination Speed Soft 1,8 мм. И длинные шипы TSP Curl P1R 0,5 мм. В такой комбинации мне уже стало возможно играть. Появился контроль и зацеп справа от гладкой. Слева шипами подрезать все равно тяжеловато, но тыкать и подставлять получалось хорошо. Мяч летит плоский и быстрый. Основание с невероятно высокой скоростью, но контроль приемлемый для игрока с техникой. Начинающим такое быстрое основание брать не стоит. По ощущениям, пятно стабильного отскока у мяча очень большое, почти на всю ракетку. Это основание для тех, кому техника позволяет справиться с его высокой скоростью, для тех, кто сможет контролировать мяч при выполнении ударов. Ну или при атаке накатами и плоскочами, как Сергей Вавренюк играет. Вот ему это основание как раз хорошо подошло. В общем, для быстрой и мощной игры на высоком уровне у обученных теннисистов. Оно как болид F1. Очень мощное, очень скоростное, очень качественное. Ну и требования к тому, кто им управляет, тоже высокие. Не для начинающих это. Рассказ от Сергея Колейника завершен. Теперь я сам кое-что дополню и подведу итоги. Толщина 6,2 мм. Конструкция 7 слоев с композитом ZLC. Наверное, тем же, что у известных оснований Butterfly Mizutani, Super ZLC и прочие. Гибкостью толщины 6,2 мм можно было бы ожидать, но тут такая жесткая конструкция, что гибкости почти нет совсем, даже несмотря на то, что толщина небольшая. Вибрация тоже на самом минимуме. Гибкость и вибрацию можно ощутить лишь немного при ударах по мячу в районе верхнего края лопасти. Задержка мяча очень короткая, мяч выстреливается очень быстро. В общем, если ищете для себя основания с самой высокой скоростью, что вообще можно найти, это можно смело пробовать. Сказать, какое из всех существующих оснований самое быстрое, такой вопрос нередко задают, сложно. Это ведь надо их все собрать и одновременно с одними и теми же накладками протестировать. Так что вопрос про самое быстрое основание не совсем практический. Но для практических целей достаточно знать, что данное основание можно уверенно номинировать на звание самого быстрого. Несмотря на то, что это хендмейд, цена, хотя и не низкая, но поскромнее, чем на хендмейды европейского производства. Наверное, за счет того, что Оман, как и Эмираты, является страной без подоходного налога. Ну, как бы то ни было, если хорошая вещь стоит не так дорого, как можно было бы ожидать, наверное, это приятно. А теперь еще рассказ Сергея Вавренюка о своих впечатлениях от игры ракеткой с этим основанием, которым он уже несколько месяцев играет на турнирах. Так, добрый день, уважаемые теннисисты. Меня зовут Сергей Вавренюк. Я игрок серии Винкап по настольному теннису. Сегодня есть время, хотел поделиться с вами вот таким основанием, которое мне дал попробовать магазин ТТ Максимум Алексей Сапачевский. И, так как я долго подбирал под свой стиль игры шипы, гладкую накладку, и поэтому долгое время подбирал под свой стиль игры основание. Я остановился на таком основании, как Made in Oman. Есть только его серийный номер, и как бы больше обозначений никаких нет. Это основание достаточно очень быстрое. То, что как раз я искал. И, как по игре, с шипами Янхе Ранус Поли Евро, двойка у меня, губка на двойке, короткие шипы, достаточно тянющие, достаточно быстрые. И гладкая у меня Баттерфляй Дигникс 05 на губке 2.1. Вот с таким инвентарем я сейчас участвую в этих турнирах. Что хочу сказать, сегодня остановиться именно на данном основании. Основание мне подходит под мой стиль игры, так как оно, я как и говорил, оно очень быстрое и жестковатое. То, что мне надо при подставках, то, что мне надо при контур-ударах. И с шипами оно играет достаточно быстро. Дигникс на 05 на этом основании достаточно жестко себя ведет. Топс достаточно очень хороший. Достаточно, несмотря на то, что основание очень быстрое, Дигникс вместе с ним достаточно дает мне уровень достаточной контроля. И для меня это играет только на руку. Так как я играю в основном возле стола, это сочетание данного основания и с Дигниксом мне очень удобно. Шипы при этом ведут себя достаточно противно для соперника. Имеют эффект падающего мяча, а также эффект останавливающего мяча. И я, играя этим основанием уже более трех месяцев, получаю не только наслаждение, но и результат. Поэтому рекомендую, кто играет более плоский теннис, играет более теннис, который у стола, более на подставках и контур-атаках, данное основание очень хорошо себя зарекомендовало. Made in Oman. Вот такое основание, коническая ручечка, достаточно удобная. К тому такой отзыв говорю об этом основании. Спасибо всем за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!